О том, какие спортивные планы строит наш земляк-чемпион Александр Грипич, корреспонденты программы события узнали у него лично. Здравствуйте, Александр. В первую очередь, позвольте поздравить вас с днем рождения, которое я могу пожелать творческих и спортивных новых достижений и, конечно же, здоровья. И первый вопрос наш как раз о здоровье. В феврале 2015 года вы получили серьезную травму на чемпионате. Как прошла операция, как проходит восстановление, как себя чувствуете? Ну, операция прошла успешно. Вроде все сделали хорошо. По поводу самочувствия. Самочувствие хорошее. Тренировки я не прекращал. Как травму получил. В общем-то, через две недели я уже был в зале на костылях. Работы всегда хватает. Реабилитация идет медленно очень. Ну, травма, конечно, очень серьезная. Врачи ставят восстановление минимум 8 месяцев. Прошло только 7. Ну, потихоньку, потихоньку, но зато движение вперед. А где вы тренируетесь? Здесь и тренируюсь, в этом манеже. Как вам манеж? Манеж шикарный. Мне все нравится. Единственное, хотелось бы сюда добавить более современный тренажерный зал. А когда активно начнете заниматься уже спортом большим? Это будет зависеть от восстановления. То есть, если нога позволит раньше, я раньше с удовольствием выйду. Потому что уже хочется вернуться. Руки чешутся. Смотрю, как люди прыгают в шестом. Самому хочется. То возьму шест, меня тренер. Давай-давай отсюда. Выгонит. Ну, в общем, вот так. Не обидно, что на Олимпиаду не поехали? Ну, конечно, обидно. Ну, и обидно из-за того, что эта травма случилась. И обидно из-за того, что эти санкции. И кроме того, что сам не поехал, еще и очень много моих друзей не поехало туда. Ну, как бы и из-за себя, и за них, и за всех обидно, в общем. А ближайший чемпионат, на котором вы хотели поучаствовать? Чемпионат России, конечно. Ну, да он будет. Опять же, в феврале. Тот самый чемпионат, на котором я порвал Ахилович ухожили. Вот. Хотел бы, с удовольствием бы выступил на нем быть. По мнению аналитиков, 2015 год был для вас самым успешным, таким звездным часом. Как вы вот чувствуете, сможете повторить и превзойти свои результаты? Ну, опять же, все будет зависеть от восстановления. Ну, я думаю, что да. В принципе, я был в том сезоне, в котором получил травму, тоже очень хорошо готов. Это было, ну, и по ощущениям, и тренер видел, и это было подтверждено на соревнованиях. Самый высокий был 5,75, и форма только набиралась. На чемпионате России была очень хорошая форма, но реализоваться не получилось, опять же, из-за травмы. Я думаю, как спортсмен, по поводу сегодняшнего мероприятия, скажите, насколько важно заниматься зарядкой? Ну, я вообще думаю, что лучше заниматься, конечно, по утрам. И лучше всего это делать натощак. То есть, организм недополучил питание еще, еще не позавтракал, встали, пробежались, сделали зарядку. А после этого уже завтракать и приступать к рабочему дому. А вот сами не пропускаете зарядку? Ну, по-разному бывает. Если неделя разгрузочная или тренировки тяжелые очень сильно, то бывает, конечно, и пропускают. Спасибо, Александр. Успехов!